Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события. Пока что неделя складывается довольно скромно, мы не видим каких-то интенсивных движений, но, друзья, это затишье перед бурей, потому что мы ждем очередной этап торговых переговоров между США и Китаем. И вчера официально было подтверждено, что состоятся они в Вашингтоне уже в этот четверг. Поэтому ждать, в принципе, осталось совсем чуть-чуть. Давайте готовиться изначально, настраиваться на трейдинг, который будет предполагать торговлю с соответствующим контролем рисков. Друзья, я всегда вас призываю, что если у нас есть на повестке экономического календаря мощные инфоповоды, фундаментальные события, которые, в принципе, уже даже проверены временем. Это не первый раунд переговоров, и мы знаем, как активно рынок реагирует на риторику, которая складывается в ходе них. И, понятное дело, ведь то, как сложатся дальнейшие отношения между США и Китаем, это будет влиять непосредственно на мировую экономику и определить дальнейший вектор ее развития. Поэтому от того, как они пройдут, в конце концов, до конца недели, будет уже ясно, как дальше поведут себя защитные активы и рисковые инструменты. Но пока, друзья, мы в ожидании. Давайте посмотрим, в принципе, что помимо этого у нас есть на площадке. Начнем мы с нефтянки. Бренд сейчас котируется на отметке 58,67. Локальный хай вчерашнего дня 59,66. То есть, фактически, мы снова вернулись к сопротивлению 60 долларов за баррель. Инициатива локально пока что остается за покупателями. Это лично мне поднимает настроение, потому что я держал длинные позиции и верил, что определенный новостной фонд со стороны Ближнего Востока все-таки может поставить на некоторую паузу стремление продавцов затащить бренд на еще более донные уровни. И, скажем так, новостной фонд с Ближнего Востока вчера и стал определяющей силой, почему инициатива оказалась на стороне покупателей. Ливийская нефтяная компания сообщила о том, что буквально со следующей недели, с понедельника, закроет на плановое техническое обслуживание одно из крупнейших месторождений. И также вчера нашему вниманию был представлен отчет от ОПЕК, в соответствии с которым в прошлом месяце совокупная добыча нефти составила 28,45 миллионов баррелей в сутки, что примерно на полтора миллиона, друзья, ниже, чем мы наблюдали буквально месяца назад. Важно отметить, что скорее всего, да и не скорее всего, а практически 100%, причина кроется в том, что инцидент случился на нефтяных объектах Сауди Арамка. Но в любом случае хочется отметить, что к статистике ОПЕКа мы будем с вами возвращаться вновь и вновь. И хотелось бы, конечно же, чтобы, обрисовывая перспективы того, что может произойти с нефтянкой, мы говорили о Ближнем Востоке несколько в другом формате. В формате, опять же, возможных действий саудитов против, в том числе, емельских хуситов, что в конце концов снова станет причиной повышенного внимания с нашей стороны к событиям именно на Ближнем Востоке с точки зрения роста геополитической напряженности. Вот это, друзья, как раз может стать основной причиной, благодаря которой все-таки инициатива так и останется на стороне покупателей. По другим инструментам. Ситуация следующая. Доллар иена 107.38. Это в моменте те котировки, которые мы видим сейчас. Напоминаю, что по доллару иене я рекомендовал короткие позиции, потому что сейчас у нас есть куча слабых фундаментальных отчетов. Это индексы АСМ промышленного сектора сферы услуг. Это слабые данные по рынку труда, где основной акцент был сделан на скромный прирост заработных плат. И, учитывая вялую динамику 2,9% с 3,2%, я полагаю, что скромные доходы домохозяйства станут еще одним якорем, которые будут тормозить темпы роста американской экономики. И, в целом, как вы помните, главный аргумент, наверное, главная торговая идея, которую мы сейчас продолжаем транслировать, связана с тем, что ухудшение экономической конъюнктуры в США вкупе еще с давлением со стороны американского президента, это то, что открывает возможности для Федрезерва действовать более активно в плане снижения процентных ставок. Поэтому мы ждем конец этого месяца, мы ждем еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов, мы ждем рецессию американской экономики, мы следим за доходностями американских облигаций. И пока что все вот эти опережающие индикаторы свидетельствуют о том, что американская экономика уже, друзья, не та. Предлагаю сделку селл-стоп с уровня 107.10, раз уж мы немного восстановились, это для тех, кто не открывал позиции раньше. В расчете на предстоящие протоколы, друзья, я напоминаю, что мы настраиваемся на повышенную волатильность защитных инструментов, ну и, разумеется, по доллару тоже мы ее увидим. Считаю, что потенциальное снижение курса доллара до конца этой инзели может стать фактором поддержки для золота. Также имейте в виду, тем более, что если переговоры между США и Китаем завершатся все-таки в негативных тонах, и мы станем светлями еще одного безрезультатного этапа обсуждения, конечно же, это вернет на рынок опасения за то, что будет с мировой экономикой дальше, и это станет причиной роста защитных активов. Мы будем отыгрывать как раз эту идею, в том числе и через укрепление золота. Евро против доллара 1,0975. Динамика остается вялой. Производственные заказы Германии вчера указали на еще больший спад, минус 6,7% в годовом выражении. Сегодня у нас данные по промышленному производству, буквально вот-вот они выйдут, но учитывая слабые производственные заказы, я думаю, что и в целом промышленное производство также будет в минусе. Индекс инвесторов Centix также минус 16,8% это многолетний, друзья, минимум. Ну и понятно, что на фоне таких данных мы делаем ставку на снижение дальнейшего главного валютного риска. Фунт против доллара 1,2294 тоже скромная динамика, потому что все уже стараются принять окончательное решение, какую позицию открыть. Сомневаться, друзья, не нужно, потому что весь фонд, который сложился в последние дни, не указывает нам на то, что была возможность протащить соглашение, которое устроило бы Европейский Союз, но Европейский Союз это соглашение завернул. Джонсон больше ничего сделать не может, поэтому мы также в режиме ожидания. Мы ждем 31 октября и ждем, как он все-таки поступит. Но я думаю, что, скорее всего, будет еще много новых вводных, но самый вероятный сценарий – это пока что реализация жесткого Brexit, а по фунту, соответственно, держим короткие позиции. Доллар канадец 1,33 в пределах этого уровня мы и держимся. В пятницу данные по рынку труда – это для нас, друзья, потенциальный триггер. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.